Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер пятый. Первая Петра, вторая глава седьмой, восьмой стихи. Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла. Камень притыкания и камень соблазна, о который они спритыкаются, не покоряясь в Слову. На что они и оставлены? Толкование блаженного фефилакта. Неверующим Бог и ныне говорит следующее. Я полагаю вам, все они камень притыкания и камень соблазна. Он бывает камнем притыкания для неверующих, которые притыкаются, не покоряясь в Слову. На что они и положены? Они притыкаются от Слова Евангелия. На что они и положены? На что они и оставлены? Сим не то, говорится, будто они определены на это от Бога. Ибо от того, кто хочет, чтобы все люди спаслись, 1 Тимофея 2,4, никак не может быть причины погибели. Но как они сами из себя устроили сосуды гнева, присовокупив к сему еще непокорность, то какое положение сами себе приготовили? В том и оставлены. Ибо если человек, как существо разумное, сотворен свободным и свободу принуждать нельзя, то справедливо было бы обвинять того, кто отдает человеку это именно честь, какую он сам себе приготовил своими делами. Христос назван краеугольным камнем потому, что он, обе стены, составляющие духовный дом, то есть язычников и иудеев, соединяет своими объятиями и связывает в одно согласие, уничтожая бесполезные жертвы одних и переменяя благочестие, бесовское усилю вере других. Комментарий Игнатия Лапкина Когда читаешь сегодня в прессе о том, как архиереи предпринимают усилия о возрождении духовности через крестные ходы вокруг границ государства к чудотворным иконам, к иорданям на реке, устанавливают поклонные кресты и многое другое, все это действительно имеет вид религиозности. И люди мира сего эти представления, красочные и необычные, очень нравятся. Они снимают фильмы, пишут, фотографируют. Остается неотвеченным один вопрос. Какое отношение это имеет к Богу, к Священному Писанию? Все эти елки, светящиеся кресты, украшения позолота, какое это отношение имеет к Священному Писанию? Они притыкаются от слова Евангелия. Повторяю, создана совершенно новая религия, не имеющая никакого отношения к апостолам и не имеющая никакого подтверждения Священным Писаниям. А все, что не по Священному Писанию, не от Бога. Они притыкаются от слова Евангелия. 1 Петра, 2 глава, 9-10 стихи. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. Толкование Блаженного Фефилакта. Не одобрив худое поведение неверующих, сказал, что они сами стали виновны в своем неверии, апостол переходит теперь к одобрению правильно поступивших и говорит, вы поступившие правильно, род избранный, царственное священство. Он как бы так говорит, те по своей жестокости и упорству приткнулись о краеугольный камень и не вошли вместе с ним в состав здания, вы же через свою благопокорность стали частью царственного священства, как род избранный, как народ святой. Впрочем, чтобы не расслабить их лишней похвалой, и чтобы они подумали, что стали народом святым по наследству, что удостоились такой чести, потому что происходят от Авраама и никогда не притыкались. Апостол, дабы удержать их от такой мысли, прибавляет и говорит, не думайте много о роде. Вы избраны в царственное священство не ради Авраама, ибо происшедшие от него имели священство, отдельное от царства. Вы народ святой и род избранный, и назначены в царственное священство не ради Авраама, но ради Христа, который назван и священником по чину Мелхиседекову. Псалом 194. И царем кротким, праведным и спасающим. Захария 9.9. Итак, от него, имевшего и то, и другое, и священство, и царство, вы, возрожденные через святое крещение, справедливо поназываетесь и родом избранным, и царственным священством. Это вы имеете по милости его, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Посему делами света возвещайте совершенство его и прочим людям. Это, говорит, вы имеете по его человеколюбию. Посему к вам прилично приложить сказанное, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда помилованные, не помилованные, а ныне помилованные. Сравнить Осия 2.23. Чтобы речь эта не показалась тяжелой, он укоризненные слова приводит из пророка Осии. Итак, возвещайте совершенство его своей добродетелью. И как им возвещать их, этому научает сам Господь, когда говорит Матфей 5.16. Так пусть светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Люди, взятые в удел, то есть народ, взятые во владение или в наследство, ибо создание Божие все, а удел Божий одни только те, которые удостоились этого за свою добродетель. 1 Петра 2 глава 11-12 стихи Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злослодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. У учителей веры есть обычай к догматическому учению присовокуплять уроки нравственности. Так поступает теперь и святой апостол Петр. Он называет их возлюбленными, а не просто любезными, потому что они приятны ему во всех отношениях. Ибо приятные в одном только каком-либо отношении называются любезными, а не возлюбленными. Говорит он, что плотские похоти восстают на душу, потому что и по словам блаженного апостола Павла плоть желает противного духу. Галатам 5.17 Ибо желание плоти вращается около чувственных наслаждений и через стопы вращает память и порабощает душу. Злословящими нас апостол называет язычников, а днем посещения наследование по закону мира сего. Ибо когда они исследуют нашу жизнь и находят, что их понятие о нас противоречит действительности, то сами исправляются по стыдных делах своих и таким образом прославляют Бога. 1 Петра 2 глава 13-15 стихи Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежества у безумных людей. Толкование. Человеческим созданием называют начальников поставленных царями и даже самих царей, поскольку и они избираются или поставляются людьми. А Писание называют иногда созданием и установлением, как, например, в следующем месте Ефесянам 2.15 Дабы из двух создать одного нового человека. Итак, говорит, будьте покорны мирским начальникам, но будьте покорны для Господа, как Господь заповедал. Что же Господь заповедал? Матфея 22.21 Отдавайте кесарево кесарев, а Божие Богу. Посему, если они приказывают что-либо противное установлению Божию, им не должно повиноваться. Так заповедовал Христос. Тоже заповедует теперь и ученик Его. Это для того, чтобы язычники не могли говорить, будто христианство привносит неиспровержение жизни гражданской, будто в нем причина неурядицы и возмущения. Для Господа. То есть делает это прибавление и для верных. Некоторые из них могли сказать, сам же апостол обещает нам Царство Небесное. 1.4 И через то приписывает нам великое достоинство. Зачем же опять унижает нас, подчиняя нас мирским начальникам? Итак, если кто-нибудь скажет это, тот пусть знает. Говорит, что эта заповедь не от меня собственно, но от самого Господа. Сам апостол Петр и указал, которым и каким начальникам должно повиноваться. Именно тем, которые воздают должное. Прибавляет и причину. Во-первых, такова воля Божия. Во-вторых, наша покорность начальникам доказывает наше благоповедение и сверх всего пострамляет неверных. Ибо когда они злословят нас, как гордых, а видят, что мы смиренны и в чем следуют покорны, то через это более пристыжаются. 1 Петра 2.16 Как свободное, не как употребляющую свободу для прикрытия зла, но как рабы Божие. Будьте покорны, как свободны, как рабы Божие. Не только начальников, но и всех почитайте. Братство любите. Бога бойтесь, царя чтите. Как свободное. Слова эти Иоанн Златоуст объясняет так. Дабы не сказали, мы освободились от мира, стали гражданами неба. Зачем опять подчиняешь нас начальникам и делишь, велишь повиноваться им? Для сего и говорит, покоряйтесь, как свободные. То есть, как верующие в освободившего вас и однако же заповедовавшего подчинения. Ибо этим вы покажете, что свободу, по которой отказываетесь от покорности, вы не употребляете для прикрытия намеренной злобы, то есть непокорности и непослушания. Можно об этом выражении, как свободные, сказать нечто и в другом смысле. Свободен в Господе тот, кто не подчиняется ничему безнравственному. Жить не лицемерно, свойственно несвободному, а тому, кто в рабстве у страстей, например, предан человекоугодию или иной какой-либо постыдной страсти. И рабы Божии должны быть далеки и чужды страстей. Посему ныне заповедуют оказывать подчинение властям, добродушное и искреннее, без неприязни к ним и непопринуждению, не питая в сердце злобы, не прикидываясь искренними и простыми, оказывать повиновение не наружно только, а с расположением сердечным, не так употребляющие свободу для прикрытия зла. Это кратко может быть выражено так. Наружно, представляясь простыми и искренними, как бы под прикрытием свободы, а при испытании, оказываясь страшными и совсем другими, чем каковы по наружности. 1 Петра, 2 глава, 17-22 стих. Всех почитайте. Братство любите, Бога бойтесь, царя чтите, слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делая добро и страдая терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Толкование. Богу говорит, воздавайте страх, а царю честь. Если же должно иметь страх пред Богом, могущий погубить и душу, и тело, Матфея 10, 28, то мы не должны повиноваться царям, когда они приказывают нам что-либо безнравственное. Ибо страх Божий умеет побеждать и почтение к царям, когда принуждают его к худому, то он даже и лишает их чести, по словам святого. Псалом 14, 4. Уничижен пред ним лукавнующий. Слово страх употребляется в различных значениях. Страхом называется, во-первых, страх сознательный. Его апостол не же называет теперь совестью. Он же называется и благоговением. Страхом называется, во-вторых, страх исполненной страсти, испытываемой при предстоящем наказании. Этот страх замечается и в зверях. Страхом, в-третьих, называется страх первоначальный, который бывает у приступающих к Господу вследствие сознания, что за многие свои проступки они достойны наказания. Таким страхом побуждаемая пришла ко Господу упоминаемая в Евангелии блудница. Лука 7, глава. Страхом еще называется страх совершенный, который всегда присущ всем святым, ибо они боятся, чтобы у них не оказалось недостатка в чем-либо таком, что должно быть упроникнутых совершенной любовью. Апостол, убеждающий слуг повиноваться господам со всяким страхом, не устраняет той мысли, что слуги должны относиться к господам со страхом во всех помянутых значениях, ибо первоначальный и совершенный страх, если они имеют оный, располагает их к хорошему поведению. Первый побуждает их остерегаться проступков, чтобы не потерпеть за них чего-либо неприятного. Другой внушает, чтобы они и не думали сделать своим господам что-либо неприятное. Итак, здесь апостол говорит о страхе по совести, то есть по сознанию долга. Он наводится бесчестными господами на слуг их даже и тогда, когда сии ни в чем не виноваты. Одобряя сии страх, апостол заповедует переносить все с терпением, поскольку боящиеся потерпеть за грехи, совершенные на деле или это совершение которых убереглись, если что-нибудь пострадает за оное, обнаружат в себе рабов благоразумных и склонных к исправлению. Но несравненно выше любомудрее того, кто не сознавая сам за собой ничего худого, переносит все с благодарностью. Это великий подвиг, совершаемый немногими и низводящие особенное благоволение Божие, так как человек сии соревнует страданием Христовым, так как и Христос страдал не за свои собственные грехи, ибо Он не сделал никакого греха, Исайя 53, 9, но страдал за нас и за наши грехи. За преступление народа моего претерпел казнь, говорит пророк Исайя 53, 8. Сей похвальный страх предлагает апостол, но не менее желает, чтобы слуги водились и прочими страхами. И это видно из слов его со всяким страхом. Впрочем, выше прочих страхов поставил страх за совесть, и самым ясным образом выразил, что только этот страх достоин хвалы, поскольку прочие страхи имеют причину для гнева господ на слуг, а этот не имеет ее. 1 Петра, 2 глава, 23-25 стихи. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то суди и праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его выселились, ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блестителю душ ваших. Толкование. Быть может, кто-нибудь скажет, как апостол Петр говорит здесь, что Господь, когда его злословили, не злословил взаимно, и когда страдал, не угрожал, когда мы видим, что он называет иудеев псами, глухими, фарисеев слепыми, Евангелие от Матфея 5,14. Иудия говорит, лучше было бы этому человеку не родиться, Матфея 26,24, и в иной раз отраднее будет садом, нежели городу тому, Матфея 10,15. Отвечаем. Апостол не то говорит, что Господь никогда не укорял или не угрожал, но что, когда его злословили, он не злословил взаимно, и когда страдал, не угрожал, ибо если он иногда укорял, то не в этом мщение тем, которые злословили его, но поносил и укорял упорных в неверии. Злословящие его говорили, бес в тебе, Иоанна 7,20. Он изгоняет бесов силой князя бесовского, Матфея 12,24. И вот человек, который любит есть и пить вино, Матфея 11,19. Когда он слышал это, злословил ли взаимно? Отнюдь нет. Но одним сказал, если я силой вези вула изгоняю бесов, то сыны ваши чьи силы изгоняют? Матфея 12,27. Тех же, которые называли его любящим есть и пить вино, он уподоблял детям, играющим на торжище и говорящим товарищам, мы играли вам на свиреле, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Матфея 11,16-17 стихи. А когда он висел на кресте и страдал, то не только не угрожал, но еще и молился за злодеев. Лука 23,34. Иуде угрожал он для того, чтобы отвлечь его от предательства, равно и тем, которые не будут принимать учеников его, объявил, что им будет хуже, чем садамлянам, для того, чтобы слушателей хотя бы страхом преклонить к страноприимству и к тому, что для них спасительно. Посему слово апостола Петра, убеждающего к незлобию примером Господа, весьма истинно. Предавал все судьи праведному, то есть Богу, который на будущем суде воздаст каждому по делам его, без всякого лицеприятия, по суще справедливости. 1 Петра 1,17 Когда по приказанию Пилата его обечевали, то он на теле своем вынес и раны от ударов. Глава 3, 1,3 стихи Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое и богобоязненное житие, да будут украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. Толкование апостол изложил нравственное учение для всех. Для царей, правителей, господ и рабов. Для подначальных поставил законом, чтобы они повиновались царям и правителям, которым должно и в чем должно. И тем показал, что сами правители имеют некоторое предначертание и побуждение к правде в законах и за все, что они делают по законам. не будут осуждены, а за все, что учинят вопреки им беззаконно, несправедливо и самовольно погибнут. Ибо закон дан им на пользу народов, как говорит апостол Павел в Римлянам 13.4. Подобно законам и правители даны на некоторую пользу, а не так, как некоторые худо рассуждают, будто существующая на земле власть от дьявола. Соглашаясь в этом деле с дьяволом, который сказал Господу, все это предано мне, и я кому хочу, даю сие. Лука 4.6. Но по воле дьявола не по воле дьявола поставляются цари, ибо они даны для исправления зол, а дьявол не заботится ничего такого вводить между людьми. Власти же и правители даны от Бога, с одной стороны для того, чтобы охранять правого и устроять пользу подчиненных, с другой для того, чтобы погрешающих удерживать страхом наказания и обличения. Наконец, для того, чтобы производить должное наказание причинившим неправду. Показав это, именно что повиновение властям добро, а не повиновение зло, и предписав подобные отношения рабам и господам, апостол обращает теперь речь свою к женщинам. Жены, говорит он, должны быть заняты двумя делами, повиноваться своим мужьям и удаляться всякого украшения и убранства, подражая святым женам, ибо они, говорит, знали одно только украшение, то, что повиновались своим мужьям. Какая же польза от этого? Та, что язычники получают доброе понятие веры и ревность по ней, что производит и наша покорность властям и ради нас благодарят Христа. А для христиан великая похвала, когда ради нас и ради нашего доброго поведения и язычники благословляют имя Божие. Слова без слова приобретаемы значит или то, что приобретаемы бывают без всякого рассуждения и противоречия, или то, что доказательство от дел сильнее слова и искусности. Как и святой муж сказал, дело, не сопровождаемое словом лучше слова, не сопровождаемого делом. 1 Петра 3-4 Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Толкование Ибо вся слава дочери царя внутри, одежда ее убрана золотом, испещренная Псалом 44-14 То есть сокровенное наше расположение и внешнее положение должны в точности соответствовать одно другому. Убранство золотом означает собой внешнюю деятельность. Называют же одежды убранными золотом и испечленными, потому что и обнаруживаемое внутри является не как случится, но честно и важно. 1 Петра 3-я глава 5-й 7-й стих Так некогда и святые жены, уповавши на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом оказываем честь, как с наследницем благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Толкование Здесь украшением называют повиновение, говоря, они украшали себя, повинуясь своим мужьям. Сказав неопределенно, святые жены, называют их дочерями Сарры, или по вере, или по происхождению, ибо дочери необходимо должны подражать матерям. При украшении приличным христианкам убеждает их быть и милостивыми, не опасаясь за то и взыскание от своих мужей. Это хочет выразить словами, не смущайтесь ни от какого страха, ибо естественно, что мужья потребуют иногда от них отчета в издержках. Такой возвышенной речи, убеждая бережливых и малодушных женщин к тому, чтобы они щедр раздавали домашние вещи. Апостол удерживает и мужей от строгости к ним и говорит, то есть примите во внимание слабость и мужья обращайтесь благоразумно с женами. Склонность женского пола к малодушию и будьте к женам великодушны, не требуя с раздражительностью отчета в том, что верено им по домашнему хозяйству. Убеждает мужей не взыскивать строго с жен для того, как мы сказали, что они были щедрее подаяния бедным. А мне кажется, что этими словами апостол сокровение важнее, чем Павел намекает на пользование правами супружества. Ибо Павел прямо говорит, не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию и прочее. 1 Коринфянам 7.5 А Петр важнее сказал, благоразумно «И через то намекнув на дело, убеждает мужей, так как женский пол и к этому склоннее. не отлучаться от жен запрещением и строгостью, но сначала снисходительно, как слабейшим, пользоваться ими, потом с некоторой осторожностью убеждать их привыкать к воздержанию от всего, ибо на это, то есть на снисходительность, хочет указать словами «оказываем честь», ибо тому, на кого не обращают внимания, не бывает ни чести, ни пощады. Потом, так должно пользоваться ими в отношении сообщения, как слабейшими, или и как сонаследницами живой благодати. И что мы придали такой смысл предлежащему изречению, не без основания, на это указывает дальнейшее прибавление, дабы не было вам препятствия в молитвах, ибо какое препятствие молитве может быть от суровости мужа к жене своей, между тем, как оставление сообщения доставляет во время молитвы большую внимательность и усердие. Такова моя мысль об этом. 1 Петра 3 глава 8-9 стихи «Наконец, будьте единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры, не воздавайте злом за зло, или ругательством за ругательством, напротив, благословляйте, зная, что вы к нему призваны, чтобы наследовать благословение». Толкование. Павел говорит «Благословляйте гонителей ваших» Римлянам 12.14 «Поступая таким образом, вы от всех будете слышать наименование нас, вас благословляющими» Псалом 36.20 «Ибо жаждущему вечной жизни не следует никого злословить языком, посему и Давид тех, которые сильно желают достигнуть истинной жизни, убеждают удерживать язык от зла» Псалом 33.14 «Когда вы так устроите себя, то всемогущий будет к вам милостив, а в таком случае кто может сделать вам зло? Но если вам и при делании добра и ревности по нем будет нанесено оскорбление, то не горюйте, но радуйтесь, во-первых, потому что это не зло, а во-вторых, потому что вы через это блаженны. «Посему святите в сердцах ваших Бога, а страха человеческого не бойтесь и не смущайтесь, иначе, окончив частное наставление, касающееся муж и жен, обобщает убеждение ко всем мужьям и женам и говорит «наконец, к чему частное наставление? Говорю всем вообще, ибо это конец у всех, одна цель спасения, у всех один закон любовь, отсюда рождается всякий добродетель, смиренно-мудрее, сострадание, милосердие и прочее. Из них единомыслие есть совершенное согласие в чем-нибудь. Сострадание это сожаление к страждущим такой же, как и к самим себе. Братолюбие расположение к ближним такое, какое должно быть к братьям. Милосердие душевное стремление к благотворению народным. Дружелюбие это кротость со всеми, как со знакомыми и друзьями. Смиренно-мудрие или смиренно-мудрие? А смирение или смиренно-мудрие? Перенесение хулы другого, сознание своей греховности, перенесение обвинений, что можно бы называть благомыслием. Семи-то добродетелями украшайтесь. Причем не поддавайтесь злобе, ругательство есть происходящее от дурной привычки наклонность к злословию. Но ревнуйте по добре, проводя жизнь святую и совершенную. Ибо благословляемый всеми есть и ревнитель. 1 Петра 30.11 Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и устанствуй от коварных лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Толкование. Что выводимое им наставление не ложно, в том удостоверяет указанием на слова Давида и говорит, кто любит жизнь, то есть кто преобразовывает себя для истинной жизни и хочет показать ее людостолюбезной, ибо на это указывает воображение любит. Выражение. Хочет показать ее вожделенной для людей. Тот пусть неуклонно держится того, что вместе со мной предлагает и пророческое слово. Первое пед... первое –